Запись. Не знаю, не могу проверить, надеюсь, что в спецбуке у нас тоже запись, или там, что у них там есть, идет. Но мы начнем немного, как всегда, с небольшого отступления по поводу общих идей, которые нам встречались до этого при изучении книги Мониту «Тайны еврейства». И вначале я хотела соотнестись с тем, о чем говорил Мониту, что мы читали в его книге, что нужно учить Танах, надо учить Тару на святом языке. Что это означает? Мы как бы говорили, что это язык, который отличается даже от иврита. Кому он обращался? Что он имел в виду? Что какой-то особый язык, на котором разучились мы разговаривать? Почему это произошло? На самом деле надо понимать, что Мониту, когда он преподает эти вещи, он разговаривает с современным евреем, в основном с современными евреями Франции, которым он это преподавал. И в основном это люди, которые выросли на христианской культуре, несмотря на то, что многие из них выросли в еврейской среде. Конечно, это относится не только исключительно к тем, кто вырос не в еврейской среде, а на христианской культуре, потому что вообще говоря, весь современный иудаизм, он много веков жил в контакте с христианством, в диалоге с христианством, под влиянием христианства. И поэтому христианское чтение Тару очень сильно укоренилось не только у секулярных, скажем так, евреев или близких к христианской культуре, но и в самом иудаизме. И задача Мониту – научить человека читать Тару так, как ее читали наши мудрецы и так, как читали ее наши комментаторы. И главная претензия Мониту к тем, кто читает Тару не на святом языке, скажем так, это то, что мы привыкли, многие из нас привыкли читать Тару, не сдавая вопрос. То есть многие вещи в Таре у нас не вызывают вопросов, мы их принимаем как данные. Вот Всевышний написал «И будет свет, и стал свет» – у нас нет к этому вопросов. Мы не спрашиваем себя, а может ли быть, чтобы он не стал, можно ли объяснить это иначе. Казалось бы, это простейшая вещь. Описывает нам Тарана, что так было сказано и так случилось. И это не вызывает ни у кого вопросов. Написано, что мир начинается с того, с хаоса. Значит, так оно и было. Я принимаю это как есть. Ничего особенного этого, я принимаю это как некоторую данность. И в таком случае это не является, это является для меня данностью, аксиомой, чем-то таким, что вообще говоря не влияет на мою личную жизнь. В отличие от этого, традиционный, классический, еврейский взгляд на Тару – это взгляд как на диалог Всевышнего человека. Ты не можешь относиться к ней как аксиомом. Она предполагает диалог человека со Всевышним. А в диалоге человек должен быть активным. Он не может воспринимать все как данность, все как аксиома. Поэтому он обязан задавать все вопросы. Итак, мы видели, как Маниту описывает процесс, который человек переживает в процессе восприятия от кем-то Ры. Вначале он читает и не задумывается. Но если он остается на этой точке, то это не является еврейским чтением. Еврейский чтением обязывает его к диалогу. И только когда он ищет ответ на свои вопросы через еврейские тексты, через медраши, через комментарии, и истина открывается ему так вот ясно, как Маниту описывает, что это для него поразительное открытие, что это ему становится очевидно, что смысл для него проясняется, что он соответствует его внутреннему какому-то ощущению от мира, тогда человек начинает жить в том мире, который Тарая ему описывает. То есть это не набор фактов для него, а некоторая вовлеченность в идею Тары, которая меняет его самого. То есть правильное еврейское чтение обязано влиять на человека самого, сделать его другим человеком. Если это не происходит, то это просто внешнее чтение. То же самое бывает при чтении художественной литературы. Какие-то книги влияют на нас, настолько сильно затрагивают нас, мы начинаем жить в этой книге, и это меняет нас самих. А некоторые для них просто развлекалка, или просто набор фактов, или набор идей даже. То есть ни набор фактов, ни набор идей, которые ты извлекаешь из Тары, не являются целью. И Маниту, на самом деле, я здесь сейчас возвращаюсь от того мнения, которое я высказала. Когда-то мы обсуждали с Боркиным это философия или не философия. Я старалась, я его не убеждала, я после этого долго размышляла и думала, что, наверное, все-таки Маниту – это философия, поскольку он пользуется философским языком. Но подумав еще раз, я решила, что на самом деле, конечно, это не философия. Он действительно пользуется философским языком, философскими понятиями. Он обращается к некоторым базовым переживаниям человека. Их соотносит с Тарой. Это как бы философский подход, с одной стороны. Но, с другой стороны, главная его задача – не донести до нас факты и идеи из Тары. Главная задача Маниту – научить нас считать Тару правильно. И для этого он приводит определенные примеры, как считаются здесь вещи. И эти примеры он не сам придумывает, он основывается на мидрошах. И следуя Дмитрием, который сегодня, по-моему, не присутствует, но, тем не менее, поскольку он задавал на эту тему вопросы, потому что ему казалось, что язык Маниту далек от языка комментариев, я хотела показать, что этот язык, хотя он и говорит с нами на философском языке, тем не менее, он основывается на комментариях, на том, что хотели нам, мудрецы наши, донести их понимание, их чтение Тары. Еще раз, я когда-то про это говорила, но могу еще раз упомянуть, что Маниту, как известно, был учеником Шушани, я здесь не буду еще раз рассказывать, кто такой Шушани, но мой один мой учитель, Рав Казовский, он говорил, что он всегда интересовался, его очень интересовало, чему научил Шушани своих учеников, знаменитых учеников, которые стали очень известными философами, в том числе Динас, Андренер и так далее, какой хидушь у него был, какое прозрение, какое учение, что-то новое. И он никак ни от кого не мог добиться, какой хидушь был у Шушани. Но то, что он сказал, Рав Казовский, Шушани научил их читать. Он их научил читать Тару, и он их научил читать Талун. Он развил вот эту способность в них видеть истинность Тары, так, как ее видели наши мудрецы, основываясь на этих самых мидражах, на комментариях, вычленить суть. То есть не всегда мидраж описывает каждую точку, относится к каждой точке, к каждой мысли, к каждой фразе Тары. Мидраж подчеркивает какие-то узловые моменты, которые важны в нем, и этим самым учит нас видеть. Скажем, мне кажется, и то же самое в общем-то в каком-то отношении делать хабала, она тоже основывается на Писании. Но она передает пророческое видение Тары, так, как пророки его понимали. И отличие может быть, я кажется, это мое предположение, между мидражом и кабалой, несмотря на то, что вроде бы они говорят на одном и том же языке, мне кажется, мидраж больше оперирует к нашему разуму, чтобы мы посмотрели, сделали вывод и потом использовали этот метод при чтении Тары. А кабала больше рисует картинки какие-то, которые потом тоже дают нам возможность правильно понять сказанный сайт. Поэтому я хотела сказать, я хотела сегодня начать немного с обращением к тем мидражам, о которой мы соотносим с темой, о которой говорил Маниту в начале книги, когда в основном его занимала тема свобода выбора человека, откуда она берется. И мы видели, что он относит первые дни творения свободы выбора не только, когда человека еще нет на арене истории, когда есть только развитие материального мира. И в этот момент, как бы, он говорит, вот читайте, в первой главе мы видим, что у мира была свобода выбора, у света была свобода выбора, появиться или не появиться, как Вышний его хотел. У земли была свобода выбора сделать деревья или не сделать деревья. У нее была свобода выбора сделать два сетчила больших или не сделать два сетчила больших. Кстати, Маниту про это не говорил, но я хотела как раз привести вот этот мидраж «История при Луну». Он очень всем известен, но просто те, кому он не известен, может быть интересно. Мудрецея основывается на фразе «Бытие» и сделал «Бог два больших светила». Ой, секундочку, извините, надо показать. Итак, сделал «Бог два светила». Светило большое для владения днем и управления днем, и светило малое для управления ночью и звездой. Если мы читаем это обычным чтением, не основываясь ни на видении мудрецов, ни на комментариях, читаем то, что написано, то мы не останавливаем свои взгляды и ничего не спрашиваем. Но если прочесть еще раз, то мне кажется, что совершенно понятно, какой вопрос возникает. Если кто-то еще с этим мудрецовым не знаком, то какой вопрос возникает? Все молчат. Все знакомы с мудрецовым. Ну хорошо, тогда прочтем быстренько мудрецовым. Сказал он на перед Всевышним. Творец мира, разве возможно, чтобы два царя пользовались одной короной? Логично? В нашем мире это не пройдет. В нашем мире нужна иерархия. Мы недавно об этом говорили. Сказал я, немножко в другом чате, но в другом уроке, но те же самые участники. Он мне сказал, пойди умоли себя. Ты права совершенно. В реальном мире не работает это. Нельзя управлять, когда один тянет влево, другой вправо, а лебедь рвет в облака и так далее. Каждый в свою сторону тянет, никуда возле не там. Он сказал, пойди умоли себя, пускай ты будешь номер два. Сказал ему, утворец, за то, что я сказала перед тобой разумное слово. Я говорю что-то, что соответствует миру действия. То есть сделал мир действия определенным образом. В нем не абстрактные идеи рулят, а какие-то реальные вещи. Я должна умолить себя за это. Я сказала правду. И за это мне себя надумали. И тогда начинается длинный тон. Сказал ей, иди в царство днем и ночью. Хорошо, я тебе дам. Ты будешь и днем иногда появляться. А и ночью в чем дело? У тебя будет больше времени на это. Она ему говорит, какое преимущество свечки в полдень? Какой от нее толк? То есть хорошо, ночью я маленькая, не свечу как следует. А днем вообще какой смысл во мне, когда есть солнце? Меня никто не видит. То есть это явно недостаточно такое ей дать удовлетворение. И ладно, тогда он ей сказал, иди, будто по тебе отчитывать Израиль дни и годы. Это уже как бы лучше. В основном мы считаем месяцы по Луне. Это недостаточно. Все равно я здесь, мне не полный хозяин. Потому что отчет дней и периодов делается по солнцу. Месяцы, а по мне, дни и периоды, осень, зима, весна, это все солнце этим управляет. И сказала, иди твоим именем назовут праведников. То есть большие праведники. Тоже они считают себя маленькими. Они не страдают, они не переживают. Очень много апологетики тут. Бог ей все время говорит, пытается ее утешить. Ну, ты будешь маленькой, но зато. Господи. Или в чем она виновата? Она виновата, что она подчеркнула, что в мире все устроено по-другому. Есть очень сильная напряженность между тем, что мир устроен неправильно, несправедливо, неравенство. И это нехорошо. И Бог сам это понимает. И пытается ее как-то уговорить, что как-нибудь мы тебе дадим какие-нибудь плюшки, чтобы ты не так переживала. Увидев, что не успокоилась на этом Луна, сказал Всевышний, принесут жертву за меня, за то, что я умолил Луну. Это то, что сказал Раби Шимон Бен Лакиш. Чем отличается жертва в Новоместнике от других всяких жертв? Что про нее сказано за Бога. В тексте сказано, что надо приносить эту жертву за Бога. За что? Это будет искуплением за то, что я умолил Луну. То есть, когда человек совершает какое-то преступление неумышленно, он приносит жертву хатат, греха от истики. И вот оказывается, что если бы это не было написано в Салмуде, трудно было бы это сказать, что в Новоместнике мы приносим за Бога. Он сам как бы в этом мире не действует, но мы за него приносим за то, что он мир сотворил неидеальный, за то, что он уменьшил Луну. На самом деле, каково ваше мнение? Что принудило, что являлось движущим моментом для мудрецов вот эту аллегорию развития? Они читают книгу «Бытие» так, как написано. Они видят, что тут явным образом видно несоответствие между планированием и реализацией. То, что мы много раз видели у меня тут. И разница между планированием и реализацией, она очевидна, и мы должны это видеть и в других местах в «Бытие». Но они этот пример приводят в то, что он им, я думаю, важен в неком конкретном применении. Ваше мнение, на что они, в общем-то, намекают, о чем они, кто эти Луна и Солнце, они не говорят прямым текстом. Но что подразумевается здесь? Есть еще намерки в других мидрошах, конечно. Это все, что будет дальше. Творец и творение, мужчина и женщина, учитель. Правильно. Это все подходит под этот мидраж. Правильно. Может быть, ты прав. Они имели в виду, может быть, все вообще. Что это любое неравенство этим мидражом описывают. Мне кажется, что они имели в виду что-то конкретное, хотя я не настаиваю. Может быть, и то, и другое. То есть они привели общий принцип, и это однозначно. Но кроме этого, они хотели еще что-то сказать читателю, своему слушателю. Мне кажется, что-то конкретно. Есть в мидрошах, а? Есть в мидрошах и есть в комментариях уподобление Израиля Луни. И они говорят, что, посмотрите, Израиль в этом мире умолен. Но это не значит, что так должно быть. Те, что умолены в этом мире, это вовсе не означает, что это правильно. Правильно – это принцип равенства. В настоящее время они умолены, а когда-то они будут никак не меньше. У меня такое ощущение. Что то, что видится в этом мире неважным и второстепенным, оно вполне может быть не меньше, чем что-то другое. Так, мне кажется, может быть, я здесь немного преувеличу. Не знаю, но поскольку часто употребление Израиля Луни, так мне кажется, что здесь есть намек на Израиль и другие народы. Мне казалось, что это под общий принцип подходит, нет? Да, конечно, подходит под общий принцип. Ну, в смысле, что Израиль, да, Луни, конечно, да. Ну, я имею в виду, тоже входит в этот же общий принцип, нет? Да, конечно. Но мне кажется, что это было, я просто так скажу, в скобках, что это было побудительным причинам для того, чтобы именно этот мидрош не писать. В книге «Бытия» было много, есть много других, как мы видели, у «Маниту», много других примеров того, что есть планирование и есть реализация несоответствующих планирований. Они выбрали это, потому что в этот момент он актуален. Такое мое ощущение. Вот смотрите, это вот показывает, что в мире нет равенства, это нехорошо, идеал он равенства, но так только может мир в настоящий момент функционировать. И поэтому вот сейчас мы умолены, но это ничего не значит. Может быть, да, может нет. К примеру, потом Левинас в «Девяти толмудических чтениях», у Нелли Левинаса есть трактовки толмуда, очень такие вольные, но опять же на той же самой волне, что мудрецы его толкуют. Его Шушанин научил читать толмуд глазами мудрецов, и он применяет это поразительным образом к сравнению между философией и реальной наукой. Как это называется? Естественной. Естественной науке, да. Естественной науке. То есть, естественно, наука, она рулит сегодня, понимаете? Она там математика, физика, техника, компьютеры, космические полеты. Все это у нас как бы... А что такое философия? Прислужница какая-то. И вот Левинас пытается отстоять уважение, отстоять честь философии и гуманитарных наук на фоне как бы их второстепенности, как сегодня кажется, по сравнению с... Это тоже нормально. Это в рамках вот этого общего подхода. Хотя, казалось бы, когда мы говорим о равенстве, мы все время думаем о равенстве людей или, в крайнем случае, идей. Так что это... Я привела еще несколько метрашей в этом же... Дерево плодовое. То есть у самого дерева должен быть такой же вкус, как у плода. А земля так и сделала. Она вырастила дерево, дающее плод, которое само плодом не будет. Поэтому, когда Адам за свой грех заслужил проклятие, Бог припомнил земле ее преступление, проплыл ее тоже. Это то, о чем говорил в прошлый раз Дима. И то, что делает маниту, он просто развивает... Я уже это тоже все упоминала, я не буду дальше продолжать. Развивает одну и ту же идею. И маниту ей пользуется. Он пользуется... Мы начали в прошлый раз следующую главу, которая называлась «О свободе и поиске». Если вы помните... Сейчас я попытаюсь ее найти. Почему-то у меня не появляется следующее. А, оно у меня... Вот, сейчас найду. Вот она. Спасибо. Вы со мной? Да. К сожалению, я не поставила в Фейсбуке этот текст, но я его могу потом по просьбе трудящихся выслать. Мы, по-моему, остановились здесь. Если бы мне память не снимала. Как раз и на слове память. Человеческая память не может включать в себя то, что было до шестого дня. То есть, мир начинает из человека. Все то, что было, в общем, непонятно, зачем узнать, что там было. Почему человеку важно знать то, что было до его сотворения? Если бы не откровение, данное нам через Тору, мы бы вынуждены были принять мировоззрение, опирающееся исключительно на естественное мышление. То есть, то, что я вижу перед собой, это то, что и есть. В мире вообще, в сегодняшнем мире, Тора не открыта, откровения как бы и нет. Поэтому то, что я вижу, это склоняет меня к естественному мышлению. В Торе это известно, и поэтому она говорит нам о сотворении мира. Хотя человек осознает и видит только окружающую его природу. За той природой, которую мы видим, есть еще творение до этого, которое, в принципе, обязано не сказать что-то про меня. Она описывает нам формирующуюся, изменяющуюся природу. Хотя и понятно, что между упомянутыми двумя мировоззрениями есть фундаментальное противоречие. Мы понимаем, что естественный мир, с точки зрения науки, он вовсе не так, может быть, совсем не так был сотворен. Поэтому Тора описывает нам состояние мира в начале процесса до сотворения человека, чтобы помочь нам узнать, что это за мир, в котором мы живем в настоящем. Есть разница между тем миром, который был там, в жизни и творения, и тем миром, который мы видим сегодня. Наш мир определяет понятие суббота, творца, а именно мир творения, ставший природой. Что значит «суббота творца»? Это вопрос к нам? Да. Значит, Бог активно не вмешивается. Он активно перестает активное вмешательство. Почти, почти всегда не вмешивается в мир творения, только если невмешательство его в исключительных случаях вмешивается, если его не вмешательство грозит тем, что цель творения мира будет не достигнута. Мир скатывается уже до такой ступени, что без вмешательства никак невозможно. И ничего хорошего при этом не происходит. Происходит потоп, происходят египетские казни и так далее. Лучше бы не вмешиваться. Возможно. Лучше бы пошло так, чтобы вмешиваться было не надо. Однако это понимание мира, открытое нам Тарой, требует времени и концентрации. Так что внешние наши впечатления совершенно отличаются от того, что описывает Тарак. По сути, идея творения основана на вере. А опыт реальности, существующий вокруг нас, материален, естественен, чувственен. Это то, что я вижу, то, что я чувствую. И как бы не совсем понятно, каким образом вообще я могу принять идеи Тары, которые мне рассказывают то, что я не вижу, то, что я не чувствую, то, что я не могла видеть и чувствовать. Почему я могу в это поверить? Ну, оказывается, конечно, как мы говорили, что у человека есть какой-то внутренний инструмент, который позволяет ему это принять, поверить, понять, что это истинно. Чтобы вернуться и испытать то, о чем рассказывает нам Таран, каждый считатель должен приложить усилия, двигаясь в своем личном ритме. Мы живем в мире природы, но это не природа философов, а творение, ставшее природой творца, который отдыхал от своей работы. То есть я могу принять и понять, когда я спрашиваю, почему же это все так сильно отличается от того, что пишет нам Таран. А он говорит, ну да, это сильно отличается, потому что это мир субботы творца. В мире субботы творца начинается история человечества. То есть Всевышний отдыхает, а человек должен строить свою историю. Это я немножко пропущу. Майя, Мия, это связано с Кабалой, и мне гематрия, и мне не хочется в это сейчас сдавать. В чем разница между миром и человеком? Хотя они оба представляют собой сущности, но мир – это не персонифицированная безличная сущность. Ну, понятно, в мире, естественно, нет ничего персонального. А человек выражает стремление этой безличной сущности, в человеке есть какое-то нарушение. В нем есть личность. Он хочет определить себя как сознательную, моральную, человеческую сущность. И вот это его стремление, ведьм, помогает ему принять божественную идею. Идею творения. Сознательную, моральную, человеческую сущность, способную к выбору. Я, когда я пытаюсь определить себя, когда я пытаюсь, сформулировать своё идентифицированное, своё самоопределение, свой звук, то есть сказать, где я и что я, кто я такой. Есть ли во мне какая-то личность или только набор колесиков, которые крутят? Есть ли у меня свобода выбора или всё подчинено каким-то химией, который происходит у меня в голове? И когда я даю себе на это ответ, на это, что я хочу действительно быть и определить себя как человека, обладающий свободой выбора, и как человек, который ищет способ реализации своего потенциала, тогда я вижу в этом мире больше, чем просто естественно. Человек — это душа мира, говорит Рава Ашкенадзе. Что-то, что стало кем-то. То есть в этом естественном мире он концентрирует вот это что-то, это личность. Физическая связь между миром и человеком — это пища, которую человек берёт из мира и помещает внутри себя. Как вам это нравится? Он питается этим миром не только, во-первых, буквально, а во-вторых, не только буквально. Он переваривает мир, да? Но Рав приводит здесь намёк на это в бытие. «Поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не взвратишься в землю, ибо из неё ты взят, ибо прав ты и в прах взвратишься». И он говорит, что это еда, а это мир, который превращается в человек. То есть человек переваривает мир. Он превращает этот безличный, этот естественный мир в моральный мир. Весь материальный мир для него — это как полигон его свободы выбора. Моральная проблема не могла бы возникнуть, если бы в мире был только один человек. Когда она возникает, наличие двух или более людей в мире создаёт моральную проблему, потому что они борются за одно и то же тело, за один и тот же мир. этот мир мой или этот мир твой. Если я это мир, то ты в нём лишний. Если ты это мир, то для меня нет места. Таким образом легко понять, почему проблема седьмого дня является моральной проблемой. В тот момент, когда исчезает хозяин этого мира, тогда возникают моральные проблемы между двумя людьми. Кто здесь хозяин? Кто этим миром владеет? Когда Бог сокрыт и не виден нам, человек сталкивается с другим. Это Габриэлла написала в комментарии, чтобы объяснить, что здесь Рав Ашкина Зима увидит. Когда Бог сокрыт и не виден нам, человек сталкивается с другим, миром и самим собой. И он должен принимать решение. Его свободный выбор может привести в ад или в садо-демский. Именно сокрытие Творца и закрепление законов природы обеспечивают выбор и способность человека вносить святость в мир. Понятно, да? Святость реализуется только в противопоставлении будничности и противоположности к ним. Сокрытие Творца делает возможность в течение времени вместо и человека. То есть только Суббота Творца дает вместо человеку преобразующего мир. Секундочку. Я вот тут, кажется, мне кто-то написал, что меня в Фейсбуке не видно, а только слышно. А что с этим делать, я не знаю. Ну, это смотря откуда у вас в Фейсбук вещание идет. Наверное. Камера не включена. Нет, камера, может быть, она неправильно ориентирована. Может быть, я сейчас попробую... Извините, люди, из Фейсбука, я попробую изменить что-то. Да нет, вроде все на меня настроено. Не понимаю. Не знаю, почему кому-то не видно. в следующий раз буду проверять еще раз. Ладно. Прошу всех прощения. Давайте тогда, если уже остановилась, послушаем, может быть, у кого-то есть что-то сказать, возразить или добавить, или мысли какие-то есть. Нет особенных мыслей нет. Проверил только на Фейсбуке, действительно не видно. А до этого у вас было видно. Секунду. Секунду. Хотел, чтобы было слышно, но у меня не получилось. Хотел сделать, чтобы было слышно... слышать в Фейсбуке, но все это еще не очень отработано. Повторите, пожалуйста, Дмитрий. Извините, что я не знаю. Не, я просто сказал, я сам зашел в Фейсбук, посмотрел, и вас там не видно, но слышно. А до этого было видно, потому что у меня проблемы с интернетом, я хотел посмотреть в Фейсбук. До этого начале лекции у вас было там видно, а сейчас пропал чуть-чуть. Странно. Ну, может, пропало на тот момент, что я проверяла, может, сейчас вернется. Опять, я не владею, не знаю. Надо будет попробовать вчера. вернуться к монологу, да? Ну, ладно. Не, извиняюсь, у меня действительно плохо с интернетом, и я прямо перехожу оттуда туда, поэтому не могу полностью участвовать. Дискуссия будет только слушать. Вот заранее извиняюсь. Да нет, ну, конечно. Я бы с удовольствием... Лена? Да нет, я совсем согласна. Даже нечего возродить как-то. Но это слишком просто, да, может быть, мы... Не, не просто, просто, ну, как бы, понятно, тут есть над чем думать. Просто на самом... Хорошо. Будем думать, и потом, может, выскажем. Мне в самом начале, но это не хочется возвращаться, когда вы сказали, что когда читает Тору, многие принимают как данные. Я думаю, что принимает как данные без вопросов те, которые выросли в традиции, да, ну, для них, как бы, чтение Тора — это нормально. А, ну, например, я там или еще многие из нас, которые начали ее читать уже не в таком возрасте, и у нас вопросы на каждом шагу, но так или иначе ты должен как-то себя ограничить и что-то принять на какой-то момент, и что ты просто не знаешь ответа на этот вопрос и как-то двигаться. Потому что сначала тебя, конечно, просто переполняют эти вопросы, они мешают вообще думать. Дело не в возрасте, а в традиции, мне кажется. Вот когда разговариваешь... Да, да, я имел в виду, что... Вообще никаких... Все понятно. За что? Еще раз? Когда разговариваешь с христианами, у них вопросов никаких нет. У них все понятно. Они читают ее вот как текст, как бы с точки в конце. Вот именно. Совершенно верно. Вот это мне очень важно, ваше замечание, Андрей, поскольку у вас есть в этом опыт, а я в этом полагаю, у меня нет опыта вообще христианского чтения. Я сужу только потому, что христианство, как мне кажется, оказало влияние и на иудаизм тоже, что он под влиянием христианского подхода во многих местах тоже перестал задавать вопросы. Может быть, некоторые вопросы у нас и возникают. У людей... Кроме того, у некоторых людей, я бы так сказала, что это очень много зависит от характера. Некоторые люди хотят получить ответы, приходит иудаизм, иудаизм дает ответы, и как бы не всегда этот ответ он пристекает из-за еврейского чтения настоящего. Но он успокаивается на этом, несмотря на то, что вопрос остается. И пока, на самом деле, если вопрос остается, надо искать на него ответ, потому что это и есть истинный диалог в Писании, второй. Без этого, как бы, нет еврейского чтения, именно того, чему у нас хочется научить Манитуб. Ты должен задать вопрос. Если у тебя нет ответа, ты его ищешь, ты его ищешь в Медрешах, ты его ищешь в комментариях, ты его ищешь у тех, кто полномочен говорить, как бы так, от имени Тары. Но это твоя жизнь. в Писании, это не то, что ты ищешь там какой-то занятный комментарий. Комментарий занятных очень много. Медрешей занятных очень много. Я помню, когда я начинала, преподавала в каком-то Ульфанге Юре, это был, довольно приятные ребята там были, и они начали искать всякие интересные Медреши. Они приносили мне Медреши. Я говорю, ну, хорошо, очень интересный Медреш. Зачем он? Почему? Что он нам объясняет в Писании? Что здесь не было непонятно? Иногда эти вопросы довольно простые там. И неоднократно объяснялись нашими комментаторами. Поскольку мы читаем Раши из Штифтех Хамим и Хам и Любович нам объясняют, что тут было сложно Раши, какой вопрос был у него. без них мы бы, может быть, и не догадались этот вопрос спросить. И даже не поняли бы, что тут нам Раша объясняет. Мы прочли Раши и сказали, ага, вот так оно и есть. Но если мы не поняли вопрос, это мы не научились читать. Я не хочу сказать, что я это дело освоила в полной мере. Это действительно очень сложно. даже ты прочел Раши с Штифтех Хамим и другими комментаторами. И ты задаешь себе каждый вопрос, а что тут, какая сложность была у Рамбаума, что он хотел, когда он приводил этот комментарий, что он именно хотел объяснить, какой у него был вопрос. У всех, все люди, все комментаторы задают эти вопросы. Но очень важно еще задавать самим себе, и тогда ты понимаешь иногда когда ты сталкиваешься с ответом, ты понимаешь, что вот дети находят истину. Но одни ищут ответов, другие которых успокоят, а другие ищут истину. Это немного разные типы еще людей, мне кажется. Но как раз Монету хотел разбередить своих слушателей и заставить их привести к большему пониманию еврейского чтения. Адам еврей. Я думаю, что надо переводить еврей. Это понятие очень важное для Монету вообще. Называется сода еврей. Тайные еврестия. Еврей это я думаю во французском также хэбре как в русском евреях приведет параллельное понятие. Это то, что мы привыкли соотносить с еврейским народом. А кроме того, это источник евреюта, то есть еще до Авраама еврейской традиции, которая еще до Авраама от Эвера происходит. Авраам первым пришел к сознанию человека как творение в природе. А именно к познанию Бога, который создал мир с определенной целью. Это осознание носит моральный, а не интеллектуальный характер. Вот здесь монету еще раз он поставляет философию и тару. Поэтому по зрелому размышлению стоит признать, что он учитель рав, пользующийся средствами философии для того, чтобы объяснить нам как читать Тору, научить нас этому. Он приводит сравнение. Вольтер был великим философом, но между ним и Авраамом есть принципиальная разница. Бог Вольтера никогда не говорил с ним, а Бог Авраама говорил с Авраамом. Это качественная разница. Наши мудрецы говорят нам, что Аврааму было три года, когда он познал своего Творца, когда он открыл в самом себе творение Бога, и тем самым раскрыл моральные основы, присущие ему. То есть три года, это не случайная конечность, с этого времени начинают учить ребенка царя. То есть мы понимаем, что в три года человек в состоянии осознавать мораль, это мегкие первые ступени человека морального. До этого он еще может считаться владением, что он еще не понимает последствия своих поступков. мы к нему еще и после трех лет не подходим с критериями ответственности, но он уже начинает различать между моральным и аморальным поступком. И поэтому Медраши говорит о том, что Аврааму был три года, один из Медрашей, да, по-другому, более позднего возраста он постиг Бога. Но три года здесь важная ступень, чтобы мы понимали, что уже трехлетний ребенок может различать между моральным и аморальным поступком. Удивление, изумление от этого открытия отражало начало осознания Авраама себя, как творение Бога. То есть это важнейшая вещь, когда человек осознает себя, как творение Бога. Бог себя творит. Он от себя просит и требует морального поведения. Это своя главная задача жизни. Аврааму не потребовалось чрезвычайных усилий, чтобы признать, что его личность ничто иное, как бесплатный дар того, кто сотворил его и весь природный мир, отраженный в нем. Здоровый человек начинает уделять мир от себя в возрасте трех лет. И уже тогда он может выбирать, быть ли Авраамом, евреем или человеком природным. Во-первых, признать себя сотворенным, что ты получил свою личность в дар от чего-то необъятного, чтобы исполнять свое нравственное назначение в мире природы. А второй путь – это я творец самого себя. И все вокруг ничто иное, как отражение и расширение моего я. Все мое у нас есть. Я владею всем. Я могу поступать, как я хочу. Первый выбор отражает переживание Адама, его кульминация в опыте Авраама, евреи, а далее он скрывается в народе Израиля. То есть это одна такая линия. Второй выбор – это опыт змея, как мы видели, природного такого человека. И дальше мы еще это обсудим. При этом нет необходимости вновь упоминать, что опыт разделения между собой и миром не является чисто философски-интеллектуальным. То есть он еще раз об этом говорит, что это не философия, это душевно-нравственный опыт. Признание себя сотворенным Богом открытия нравственного сознания. Для того, чтобы продолжить наше обсуждение, мы должны усвоиться человеку, который обнаружит, что он сотворен, что он существо, получившее свою сущность от Творца, немедленно становится моральным человеком. Не знаю, если человек ведет себя морально, может быть, я на это еще не осознала. Он понимает, что должен заслужить независимую работу и свободу выбора в этом мире. То есть он сначала все получил бесплатно, но он должен это оправдать. он должен это заслужить. Все то, что он получил от Творца в подарок. Цель морали дать возможность человеку заслужить этот мир во всем его изобилии. Все, что он получил в подарок от Творца. На вопрос, кто такой Творец, Тара дает однозначный ответ. Творец это тот, кто освобождает место для творения. Это самый высший нравственный шаг. итак, нравственный акт это ничто иное, как предоставление места другому. Можно сказать, что здесь он где-то смыкается с Левинасом. Основой философии Левинаса является определение человека через то его отношение к другому. В чем разница? разница в том, что Левинас это философ. Он разрабатывает свое учение, свой подход. Как я уже осознала, Манитул не разрабатывает свой подход. Он учит нас читать Творцу. Медраж описывает, что Авраама это желание давать выражалось в форме его шатра. То есть нравственный урок творения как творца дающего место другому усвоено Авраамом тем, что он дает место другим. У его шатра были входы со всех четырех сторон света, так, чтобы прохожим не приходилось искать входы, когда они приходили насладиться гостеприимством Авраама. Авраам подражал своему создателю, принимая гостей в своем доме. То есть модель творения это модель, которую человек должен усвоить. Она учит меня, что от меня хочет всего. Что такое мораль? Мораль это дать место другому человеку. То есть это в очень и общем виде, конечно, потому что моральное поведение человека очень часто требует очень сложного выбора, как я упоминала здесь. Бывают такие ситуации, когда человек не знает, в какую сторону ему свернуть. И это кажется сложным, и это кажется сложным. Ему кажется, что у него нет выхода. Тем не менее, в основе всегда лежит способность сдать другому место. Точно так же его Бог принимает гостей, как Авраам. он приглашает нас в свой мир, распахнутый на четыре стороны света, и обеспечивает в нем все наши потребности. То есть мир Всевышнего это некоторая модель, по которой Авраам строит свой шапер. Мы здесь не обсуждаем философию. Авраам приглашал людей к себе домой, кормил их, делился с ними всем, что он получил от Творца. И в конце трапези он приглашал своих гостей, поблагодарить того, кто дал им еду. Медраж говорит, что гости собирались поблагодарить Авраама, но Авраам обратился к ним обидеть, что за пищу они должны поблагодарить Творца, а не самого Авраама. Через еду Авраам обучал своих гостей своему учению и передавал им свою веру в Творца мира. Благословение на еду имеет очень большое значение в Удайзе, так что можно даже сказать, что с этого благословения начинается вера в Бога Авраама. Когда я понимаю, что еда в мире дарована мне Всевышний. Не только мое существование, но и поддержка каждодневная, каждоминутная, каждый миг моего существования, все это да. Я обязана ее оправдать. И начинается с того, что я обязан что вот это вот то, что я беру бесплатно данное мне Всевышним обязывает меня, накладывает мне нравственно обязанность сказать спасибо. Ты не можешь пользоваться этим миром ничего, не отдавая взамен. Ты не можешь пользоваться этим миром проявляя безразличие, проявляя моральность, проявляя неблагодарность Всевышнему. И первым шагом является вот эта благодарность, осознание того, что тебе здесь дано многое. Когда ты говоришь спасибо, это начало веры в Бога. Поэтому так много, такое большое значение богословение, 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 это неформальная вещь. Есть большой, в Талмуде, кстати, есть большой, длинный спор о том, из чего вытекает обязанность богословения. Есть разные, разные предложения, но последняя строчка, она такая, это основное положение, его не нужно ниоткуда выводить, его не нужно доказывать, это очевидно. Человек, который понимает, что все в мире создано творцом, это должно в какой-то момент стать для него очевидным. Он не может есть, не благодарить. Что? Немножко меня унесло. Не хам это там в чате в комментарии. Вам видно? Нет, сейчас, одну секунду. Я могу прочистить. Но ведь в мире мы видим борьбу за существование, то есть способность дать место другому, это совсем не очевидная ценность в мире. Да, это совершенно не очевидно. В естественном мире, безусловно, у нас есть борьба за существование. Секунду, я не понимаю, почему. как-то у меня очень странно. Одну секунду, я только еще раз покажу. У меня как-то странно выглядит. Одну секунду, я сейчас прекращу это, а потом снова верну. так вот я вижу чат, да, я посмотрю. Это действительно очень важный момент, да, в этом и заключается различие, да, что в естественном мире нет никакой необходимости давать место другому. В мире природы, где скрыт творец, я должен бороться за свое существование. Мое существование о нем первичное. И это очевидно. Я же для себя дороже всех остальных. Это очевидно. Это, по-моему, как бы базовое ощущение человека. Ему прежде всего хочется сохранять свою жизнь. Если он не будет, и это нормально, если он не будет стремиться к сохранению собственной жизни, он погибнет. Это желание жить, желание существовать, это тоже базовое ощущение. Но при этом, если он не признает творение, не признает творца, да, а если он признает творение, если он признает существование творца, то он понимает, что творец дал ему место в этом мире, что творец пригласил его сюда, дал ему возможность жить, существовать, питаться. И это акт творения, Это моральный акт, базовый моральный акт, на котором основан весь мир. Способность дать свойства Творца, которые в нем проявляются, оно базовое. Способность дать место другому. И это то, что в первую очередь требует от человека. Когда человек признает Творца, тогда он ощущает или осознает вот это внутреннее ощущение в важности дать место другому. Не то, что у этого нет совсем в человеке. Понятно, что это проявляется даже в животном мире. Иначе невозможно было бы вообще существование. Например, животные тоже воспитывают своих детенышей, дают им место и возможность вырасти и стать, может быть, потом им конкурентом. В стае, например, в какой-нибудь. Там тоже есть какие-то регулирующие механизмы между различными животными. То есть они каким-то образом дают место друг другу, иначе мир бы не мог бы существовать. Но это очень-очень такие минорные, очень слабые проявления этого принципа. Но поскольку мир на этом основен, они где-то проявляются. Но человек, когда он осознает существование Творца, когда он осознает этот принцип, он находит в себе вот это ощущение в гораздо более широком смысле, охвате, не знаю, как сказать. Он осознает и понимает, как многое это ему дает, когда я даю место другому жизни. Если ты этого не понимаешь, это значит, что ты еще очень далек от общей идеи творения. Не всегда это легко, иногда это сложно. Но у человека, именно потому у него есть сознание, у него есть свобода выбора, он может делать это сознательно. Не только инстинктивно, как делают это животные, которые воспитывают своих владельцев или признают право других на их смыслах. Вы задали? Порядка? Может быть, мы на это... Но если сейчас закончим, не очень хочется ваше время затягивать, мы продолжим в следующий раз, если есть что-то сказать. Тут вот еще вопрос Хавы в чате. Теодиция... Я не думала, что это прямо теодиция. А почему это теодиция? Как вам кажется? Я не знаю. Теодиция, если я ничего не путаю. Это защита Бога, оправдание. Да? Ну да. Если я не вижу в мире достаточно добра, то я сам становлюсь его носителем. Вношу добро, делаю какое-то, другой человек начинает думать, что творец добр. Благодаря тому, что я не дал место, дал сдаку, он начинает благодарить и увеличивается как бы осознание, что творец добр в мире благодаря моим добрым делам. Может быть, так? А, это интересно. Это интересный угол. То есть Авраам, именно потому, что он в этом мире вел себя совершенно не так, как ведут все остальные, не человек человеку волк, а именно всех приглашал, всех кормил. Вот такой фраер как бы. И он говорит, я такой не просто потому, что я такой, а вот я здесь представитель Всевышнего, да? Вот это вот это, да? И так его... Да, конечно. Они встречались чем-то, с чем они в этом мире природы вообще не встречались. Вот. И тут это помогало им задуматься, там, уйти уже дальше с какими-то новыми мыслями, там, возможно, их развивать и продолжать где-то дальше с другими. Да. Но, но... Может быть, это можно назвать теодицы? Я не знаю. Если не в классическом ее понимании. Ну, вот Хава продолжает. Я к тому, что из-за сознания творения мораль совершенно не следует. Это дополнительная идея. Ну, Маниту в общем случае не так считает. Маниту считает, что принципы, которые заложены в творении, вот, они... Это является моральным маршем. Надо еще узнать эти принципы. Принципы ведь мы узнаем из Торы, да, откуда мораль, что делать так, а вот так не делать. Если я просто осознал, что мир сотворен, и мне не дали никакой там инструкции, как в этом мире жить, тогда морали нет никакой. Нужно кто-то, чтобы рассказал. Вот это вот на самом деле не так очевидно. Совершенно не так очевидно. К примеру, возьмем жителей дома. Если им никто не рассказал, как правильно жить, никакой пророк к ним не приходил, и никакой Торы им никто не давал, к какому праву Всевышний вообще приходит и их судит, и их уничтожает? Значит, есть некоторые базовые вещи, которые у человека заложены изначально, что нарушение которых аморальное поведение, на самом деле именно об этом. Они и грешили. Они там всякие страсти про жителей дома, что они там кому-то ноги отрезали, наоборот, отстегивали. Это как отдельно. Медроши стоит. Но в простом смысле жители дома, ну, то есть я не только простом по комментариям многим. Это просто то, что мое – твое, а твое – твое. То есть каждый живет на своем месте, он не обязан принимать гостей, скажем так. Это нарушение принципов. У нас только человек – чайку волк, каждый борется за свое место, и нечего тебе здесь нарушать эти принципы. В смысле лота, да? То есть их психология именно вот такая естественная, да. И за что их наказывать? Именно за то, что они не готовы даже в малейшей степени признать вот эту моральную составляющую внутри человека. Несмотря на то, что их никто этому не учил, никто им не давал инструкции, как правильно поступать. мне кажется, это напряжение между тем, что Бог все же ожидает от нас без инструкций и без наставлений, что мы признаем моральную составляющую творения, что мы признаем необходимость этих моральных требований, это базовые вещи свободного выбора, который предоставил всевышний миру, как мы видели, на это как раз обращал все время внимание монету, что это в основе творения. Свет мог бы быть и мог бы не быть, он как раз ответил требованиям. Но все время нам предоставляется свобода выбора, что это важнейший как бы параметр творения. И человеку предоставлена свобода выбора, чтобы он сделал правильный выбор, правильный моральный выбор. А в основе всего лежит способность всевышняя, то есть способность. Оттворение, в котором он оставил место для человека. То, что он его сотворил, то, что он его кормит, то, что он его принимает. Можно это принимать, можно это не принимать. Это определенный взгляд. Но я не думаю, что это всеодиция. В общем, я сомневаюсь здесь. Не знаю, как правильно сказать. Не то, что обычно принимают под теодиции. Обычно ко мне приходит человек и говорит, вот ваш бог жесток, вот он уничтожил дом. А я должна прийти и объяснить, что он не жесток, а вот дом уничтожил задел. Вот так мне казалось. По-простому, конечно. Но может быть, вполне если очень хочется, можно назвать это теодиция. Вот Наталья спрашивает, а Лот ни о чем не говорил садамчанам? О чем не говорил? А, то есть он не проповедовал там, по-видимому, нет. Мы, во всяком случае, про это ничего не слышали. Единственный акт, который он сделал, это он принял гостей. и на этом как раз сразу была вот эта реакция отрицательная. То есть в отличие от Авраама, который принимал гостей, и они это, ну, сами гости они это ценили, и это их как бы приближало Всевышнему, с домом, наоборот, это было совершенно нерелевантным поведением. Они это очень как бы антитезы к всему в данном случае. Ну, по Медрашам ведь Лот, по-моему, был судьей в доме? Да. Ну, что значит судьей? Он судил по законам с дома, получается? Я не знаю. Трудно сказать, я не знаю. Так, может быть, он проповедовал, раз их потом судили? Кого их? Ну, как бы, за что с домцев судил Всевышний, да, если они не знали, как надо? Я поняла, поняла, поняла вопрос. Не знаю. Я думаю, что если бы он проповедовал это раньше, ему бы там не ужить. Такое мое ощущение. Потому что единственная вещь, которую он сделал, он никого не судил ни за что, как бы, за плохое поведение, или там эгоизм, девушку, которая... Кого-то там забили девушку, которая положила... Один из медвежей, да? Этих убить девушку, он... Если бы он вступился за них, может быть, конфликт назрел бы еще раньше. То, что говорят, что он был судьей, это вообще не означает, что он был Дайаном, в смысле, судьей Фуали. Судьи иногда просто называли судьями, вы знаете, это просто именитые люди какие-то. Он там был, может быть, большим человеком, богатым, но... Я не могу сказать, что я где-то видела или слышала, что он бы, что там и судил, или что. Но вот эту идею, что в дом никто не... Что в нем никто не проповедовал, что никто там и второй мне не давал эту идею, я не сама конечно придумала. Это я слышала. И это как раз говорит о том, что есть какие-то минимальные требования к человечеству. За что вообще поколение потопа был наказан? Там уже не было таких людей, которые удостоились пророчества поколения потопа. Они просто постепенно скатились на уровень недопустимой совершенно, в котором уже не было места свободы выбора на уровень змея, как мы говорили. И поэтому они были, как бы, не было никакой позитивной роли уже в развитии. Но зачем тогда они были нужны? Да? Вот это вот напряжение все время существует. С одной стороны, Бог дает человечеству некоторую опцию. Значит, у него есть какой-то потенциал хотя бы чисто теоретический вырасти на основе естественной, из этого естественного мира найти в ней мораль, найти в ней всего. Но это не получается. Это похоже на то, как мы говорили про землю. Да, он говорит земле сделать снефишхая или там сделать деревья такие, а она не делает. То есть, как же он может ей сказать, если она не может сделать? Значит, у нее есть свобода выбора. Теоретически она могла бы, но за ней пришло, мы видим, что она уже не смогла. Точно так же зачем было создавать поколение потопа, у которых не было опции вообще никакой подняться на уровень или там не спуститься на уровень змеи, на уровень естественного человека. Значит, была такая возможность. не реализовала. Когда мы говорим про божественные планы или божественные сюжеты, очень трудно сказать задним числом, а могло бы быть так. Это вроде, когда мы читаем книгу, мы можем сказать, а могло бы быть так, что там трех мушкетеров они не убили бы миледи. Или они там сжалились. пример. Я первое, что в голову пришла, потому что кто-то недавно возмущался и может быть подделан. Моралью, которая вытекает из трех мушкетеров, когда мы их читаем в детстве, захлеб, а потом во взрослом возрасте иногда волосы дымом стоят, что же они там творились. Но это отдельный вопрос. Могло бы быть так, что вот в книге бы случилось. могло бы быть, иначе не было бы напряжения, не было бы вот этого ожидания, что человек сделает правильный выбор, а в конечном итоге он делает неправильный выбор. Вот это вот свойство божественного сюжета, что мы не можем, конечно, задним числом сказать точно, а что было бы, если бы было? Я уже немножко забыла о чем начало говорить. Михаил, то есть у нас все началось со змея, да? Он такой человек-животный, у которого нету морали. И потом мы встречаем поколение потопа, потом мы встречаем сдомцев, то есть все-таки этот человек-животный, он как-то развивается, да, что с ним начинают как-то его судить там и так далее. Вот может быть такая тенденция в мире? Он появляется, да, временами, да. И вообще говоря, чтобы не случайно сделать бог еврейский народ, почему он сразу его не сделал? Это третий вариант развития. Сначала получается одно, потом получается не получается, а потом получается другое. И оказывается, что тут нужен целый народ, который будет приводить мир к праведности. А без этого не получается. А теоретически, теоретически могло бы получиться, наверное. Что это, что это даже нам сказать, что, наверное, вот в самой структуре мира даже, естественно, заложена эта идея мораль. Просто она очень глубоко где-то заложена, и людям ее не удается излить и реализовать без дополнительных каких-то указаний, как Андрей говорил, или направлений. Это не... Ну, так мне, ваше сочетание, такое у меня ощущение. Задача наша раскрыть, на самом деле, вот эту вот моральную основу, которая заложена в самой структуре мира. Но это очень сложно, а не где-то очень глубоко. Если у нас нет указаний, нет вторых, нет подсказки божественной, мы сами по себе не можем найти Бога в мире, хотя потенциал этого есть. Ну, может быть, на этом сегодня и закончим. Большое всем спасибо, кто участвовал. Спасибо, Николай. Подумаем, напишем. О, я буду очень рада. Пишите, пожалуйста, вам велели мне напомнить, что нужно остановить запись. Я останавливаю. Есть. Субтитры создавал DimaTorzok